легендарная кредитная карта альфа банка бесплатная навсегда стало еще выгоднее получайте супер кэшбэк каждый месяц это извините друзья мои настало время подводить итоги непростому 2023 году на рынке недвижимости а самое главное давать прогнозы на 2024 год я приехал в пресс-центр альфа банка для того чтобы вместе с гостями нашего эфира разобрать что же было в двадцать третьем году с рынком недвижимости и что будет происходить на нем в двадцать четвертом году и собрал я для вас самых лучших гостей эксперта альфа банка карина кочурук главного аналитика цена алексея попова руководителя службы аналитики новостроек сергей лабжанидзе руководителя департамента продаж компании который строит самую высокую жилую башню светлана бардин вместе с тамарой высоцкой и с экспертами компании высоцкий стейт мы сегодня будем подводить итоги 2023 года и давать прогнозы на 24 поехали всем привет в своих комментариях под роликами сергея смирнова вы говорите о том что сергей смирнов не умеет слушать своих гостей поэтому сегодня я буду задавать вопросы нашим гостям а сергей смирнов вместе с экспертами высоцкий стейт будет выступать у нас из зала и задавать свои тоже вопросы и вставлять свои неудобные комментарии первый вопрос у меня всем гостям нашим как вы считаете вот мне кажется что самым главным продавцом новостроек в 2023 году была эльвира набиулина чем чаще центральный банк говорил о том что он будет отменять льготную ипотеку и ужесточать условия кредитования тем люди быстрее бежали покупать новостройки и поднимали разгоняли тем самым цены по праву да первые ночи я рада сегодня всех приветствовать на нашей площадке я надеюсь что все кто еще не клиент альфа-банка сегодня смогут стать вопрос очень интересный что я хочу сказать за 23 год мне кажется никогда так страна не ждала заседаний и никогда не было еще столько прогнозов по ставке и по ужесточениям от такого количества экспертов то есть все переквалифицировали все экспертов рынка практически никто и не попадал в них большинстве своем но мы видели ажиотаж на рынке просто аномальные цифры в этом году мы увидели по ипотечному кредитованию по выдачам наши партнерские продажи превзошли все рекорды за всю историю ипотеки в альфа-банке люди безусловно реагировали спасали кто-то свои деньги в инвестиции переводил кто-то решал срочно жилищные проблемы но я полностью соглашусь с тем что каждое заседание влекло за собой новый всплеск и каждое ухудшение условий этот люфт когда оставался выдачи по старым ставкам по старым первоначальным взносом по старым условиям он просто вызывал взрыв спроса мне кажется что такого очень много лет не было на рынке ну где-то с двадцатого года в общем все что происходит на рынке новостроек связано с монетарными инструментами дешевыми деньгами целенаправленно акцент на развитие первичного рынка жилой недвижимости через насыщение спроса доступной денежной массой и все последующие события связаны с ростом поглощения и с увеличением условий ценообразования явились собственно результатом первого заметного толчка появление льготной ипотеки в мае-июне 2020 года хотелось бы добавить что я думаю что в условиях неопределенности люди очень реактивно реагируют и как надо им покупать квартиру или брать ипотеку они действительно думают вот на перспективу полугода-года дальше разберемся да поэтому это достаточно возможно все эти изменения надо вводить более мягко и возможно проговаривать да для чего мы там повышаем ключевую ставку или делаем то или иное действие чтобы у людей не было вот таких просто панических реактивных реакций да и они могли планировать чуть чуть более подробно и осознанно подходить к выбору там и недвижимости любого другого актива и распоряжение своими деньгами я скажу более попроще у нас всплеск произошел в июне месяце потому что доллар полез вверх и за счет этого люди со свободными деньгами которые накопили его за этот период опять понесли в недвижимость от этого начался некий рост давайте дополню немножко историю как мы видим изнутри ключевая ставка это с одной стороны события это новость информационный повод с другой стороны у девелоперов есть особое внимание ключевой ставки потому что это стоимость проектного финансирования это стоимость решения и в различных сегментах начинают подключаться дополнительные инструменты финансовые инструменты для покупки потому что ключевая ставка влияющая на ипотеку для покупателей в массовом сегменте и в премиальном сегменте несколько отличается мы с вами потом об этом поговорим конечно я бы добавил что все-таки не глава цб определила результаты года на рынке недвижимости а новостная повестка да потому что прежде всего люди реагировали на то что происходит с курсом доллара затем реагировали да на то что происходит то что говорят относительно перспектив ипотечных программ ведь что что делает глава центрального банка она должна таргетировать инфляцию с помощью такого инструмента как ключевая ставка когда у нас есть обычная ипотека по одним условиям и льготные совершенно по другим таргетировать инфляцию через инструмент ключевой ставки становится сложно поэтому мы и слышим последние несколько месяцев все те словесные интервенции относительно того нужна или не нужна эта программа как бы все так или иначе основывается на том что нас изменился курс национальной валюты у нас восстановился изменился экспортный и импортный баланс у нас растут как номинальные так и реальные доходы населения пусть и из-за очень такого специфического фактора этого роста то есть прежде всего нужно смотреть на то что происходит в стране в экономике решение центрального банка словесные интервенции участников рынка это уже вторичная история у меня вот вопрос карине прозвучала фраза что люди побежали инвестировать то есть до сих пор клиенты считают что инвестиции в новостройки это выгодно или они теперь ловит больше инвестицию в льготную ставку вот как-то оценишь этот момент не если честно кажется последние несколько месяцев что люди спасают денежные средства и как способ сохранения используют покупку новостройки потому что видно что цены растут застройщики вот мы проводили много круглых столов во второй половине года спрашивали как они планируют ценообразование поддерживать планируют ли большие новогодние скидки потому что на ситуация такая вот она меняется быстро и и региональные застройщики большие федеральные подтвердили что в целом они не планируют снижать цены не планируют делать огромные большие скидки то есть будут какие-то локальные рекламные акции поэтому если смотреть глазами потребителя это простые люди которые к нам приходят первую задачу которую решают люди которые приходят за ипотечным кредитом это спасти денежные средства которые у них есть второе это видя динамику цен на стройке там с 20 года приумножить их и возможно на этом заработать вот мне кажется это два больших тренда которые сейчас мы видим и слышим от того кто к нам приходит за кредитом потому что льготная ставка позволяла это делать и платеж отличается вопрос какой будет финальный итог и сколько на этом человек сможет заработать по факту платя ипотечный кредит неся остальные затраты по страхованию так далее вот он остается за кадром по-прежнему под большим большим вопросом что такое инвестиции сколько она должна принести ведь там один процент годовых это тоже заработок вопрос ради этого ли понимаешь нас приходили люди которые говорили так я осенью на депозит положу под 12 процентов годовых ставку по льготной ипотеки успею поймать 8 я заработал ну вопрос очень относительный про заработать я уверена что все эксперты кто сегодня в зале возможно в другой какой-то дискуссии подтвердят эта тема очень долго муссировалась когда ажиотаж на покупку и дальше невозможность продать эту квартиру по той цене по которой они даже купили мы с этим очень часто сталкиваемся во первых когда они покупали квартиру в стройке и она получила статус уже готового жилья сейчас абсолютно другие ставки на ипотечное кредитование и на готовом рынке жилья совершенно другой уровень спроса сейчас это очень осложняет продажу в таком количестве квартир которые люди покупали под инвестиции и ожидание многих что они купят хороший объект объекты правда неплохие но в том объеме выставленных на продажу вот не удастся заработать даже с учетом того что они могли бы может быть при покупке ну планировали получить ставки по депозитам действительно в соответствии с рынком двигаются очень интересные вот у нас тоже там 14 процентов ставка есть поэтому нужно здесь очень как я часто говорю с умом подходить к вопросу о кредитовании в целом ипотечно в том числе понимание о том какой уровень дохода в семье и инвестиция там на три-четыре года в стройку может привести к таким последствиям когда сейчас люди приобретя эту стройку вот сейчас в ноябре в декабре не смогли ее продать потому что она уже готовое жилье даже за ту же цену без какого-то прироста в цене платя ипотечный кредит больше года потому что ставки на готовое жилье поменялись вот здесь важно в нашей стране понимать что такой вариант может быть к сожалению я в продолжение хочу добавить консультируя тех самых покупателей которые планируют инвестировать в новостройки я как эксперт вижу ключевую проблематику что они сравнивают это с новостройками они не учитывают что в дальнейшем они выходят в рынок вторички и сравнивают и процентные ставки и ценообразование именно первичного рынка и все-таки до сих пор несмотря на то что с 19 года изменила система долевого участия но вот это этот стереотип в глазах покупателей он до сих пор остается что все-таки такая возможность имеется я вот абсолютно с вами согласна я не знаю останется это в эфире или вырежет но у меня последний был кейс когда человек обращался год суши но у вас есть вот хорошие партнеры через которых можно продать я гну конечно есть он готов от я смотрю на на сайте застройщика стоит вот там 19 я хочу хотя бы за 21 я говорю понимаешь да есть одна проблема у тебя собственность оформлена и те кого ты будешь искать они будут вот по такой ставке покупать на сайте застройщика да это все но госпрограмма потому что это готовое жилье от застройщика и он говорит ну а и что это же году в одном же доме я ну как бы потратила 20 минут чтобы он культурному воспитанному человеку образованному объяснить разницу почему у него сейчас это инвестиции еще примерно на год полностью его я согласна что люди так мыслят да и не просто мыслят но и думают что они продадут также хотя на самом деле условия другие это та психологическая ловушка в которую попали и когда продавали квартиры и не консультировали грамотно ну вот эти все условия мы сейчас ловим с людьми которые теперь не могут от своих инвестиций сергей прости избавиться уже не то что там заработать а просто вернуть деньги потому что не все осознавали в какой финансовый как бы круг они вступают и какие сдержки нужно будет нести каждый год страховаться платить каждый месяц несмотря ни на что ипотечный кредит и сейчас им это стало тяжело потому что на рынке труда вы все знаете тоже условия оплаты меняются у нас очень много компаний ушло сократилось много рабочих мест и не так сейчас рынок потребления раскачан как там три года назад до того как только это все началось и считает что программа снято можем уже идти лучше лучше у банкир уже не скажешь я думаю даже если мы захотим на по переуступки до ввода в эксплуатацию выйти мы не сможем выйти не по цене застройщика не по цене там минус 10 процентов потому что всего было будет одна ипотека доступна семейная с такой же ставкой все страну будет недоступна еще реклама застройщика его ассортиментный выбор не позволит объективы не никак конкурировать так что проблемы уже наступают на этапе выхода а вы знаете что альфа банк предлагает широкий спектр программ от классической до ипотеки с господдержкой заявку на ипотеку в альфа банке можно подать на сайте в офисе а также через риэлтора или в офисе продаж застройщика для застройщиков и риэлторов банк сделал платформу тими для быстрой подачи заявки становитесь партнером банка и получайте особые условия для вас и ваших клиентов ссылка в описании ролика на тими переходи карина ты в прошлом году также принимала участие в нашей программе итоги года и ты в прошлом году предсказала повышение ставки но конечно же наши зрители они с нетерпением теперь ждут твоих прогнозов на 2024 год если бы я знала что у меня будет такая ответственная роль я бы не пришла на съемку можете это вырезать мне не стыдно но я безусловно могу делать выводы только из того как я вижу рынок мы тоже советуемся с экспертами с партнерами я думаю что следующий год очень сложный но очень интересный и первую половину года мы проживем в очень жестоких условиях сжатом рынке в сложном выборе и мне кажется что рассчитывать на какие-то послабления и улучшения в ставках в первой половине года сложно ожидать сложно на это рассчитывать поэтому если будет что-то интересное для нас для нашей сферы то только во второй половине года когда более-менее ситуация возможно решится герман оскарович дал прогноз на то что первое полугодие он считает что будет высокие ставки затяните ремни он так сказал на высокой ставки с нами на полгода ну вот я думаю что да я думаю что первые полгода мы останемся в очень жестоких условиях придется перестроить работу только те кто умеет работать качественно с головой работать грамотно с клиентами только те не потеряют свой объем бизнеса в плане сделок потому что все клиенты которые залетали вдохновленные тем что все сейчас все закончится первоначальные взносы закончится накупали квартир но таких клиентов мы потеряли как сегмент поэтому будет серьезный взрослый такой рынок грамотных специалистов все кто в этом рынке работал как хобби они останутся за бортом рынка и мне кажется что будет очень сильно сокращаться игроки на рынке в догонку к тебе же вопрос в принципе сейчас рынок новостроек держится на продукте комбо ипотеки ходят слухи что в следующем году центральный банк российской федерации присмотрится к этому продукту и скажи пожалуйста какие продукты готовит альфа банк для рынка в 2024 я бы сказала что они уже начали присматриваться я думаю что прогноз неутешительный будет как с этим продуктом мы не исключаем риск того что в следующем году такой продукт с рынка может уйти а мы начали готовиться полгода назад активно развиваем продукты же с индивидуальное жилищное строительство у нас произошел запуск 1 октября этого продукта уже очень хорошие результаты и мы уверены что это будет драйвером но для нас точно развития нового сегмента и видим интерес поэтому это то что мы уже запустили и в целом мы готовимся к тому что будут востребованы другие продукты я не сейчас рассказать не могу но мы будем в высоком тренде и останемся на лидерских позициях у нас очень сильная продуктовая фабрика и они будут палить из всех орудий супер предложениями я серьезно мы готовимся все понимаем рынок будет меняться но мы точно будем в обойме лучших предложений и тем как мы будем двигаться и же с точно будет у нас одним из больших драйверов как я и сказала коллеги а кто из вас вот особенно из наших экспертов повторички был вынужден осенью в октябре в ноябре начать переключать внимание ваших клиентов на новостройки на высокой степени готовности потому что ставка высокая были у вас такие примеры где вы переключили людей из подбора вторички на подбор новостройки только из-за ставки может поделиться я могу сказать что у нас это по новой москве там коммунарка московский началось даже еще в мае не до того как началось сильное повышение там ставки по вторички потому что вымылось предложение хорошие на вторички готовы и да и мы переориентировали клиентов с сроком сдачи там конец 23 и начало 24 то есть это началось еще в мае но это было не то что через одного а такой скорее единичные случаи которые готовы были ждать и могли себе это позволить я тоже хотела добавить меня клиенты они искали довольно таки давно мы смотрели вторичный рынок и в связи с тем что хорошие лот сейчас практически ушли с рынка то клиенты буквально сегодня приняли решение что будут приобретать квартиру по семейной ипотеке срок сдачи в 2023 год декабрь либо январь 2024 год то есть успеть под те вот остатки которые есть у застройщиков и но попасть программу семейной ипотеки да и более того застройщик еще дал предновогоднюю скидку 5 процентов буквально неделю назад они озвучили и клиенты приняли решение светлана следующий вопрос к вам у вас в портфеле есть такой проект как дом дал покупатели такого проекта такого типа недвижимости они зависят от ипотечной ставки скажите пожалуйста насколько застройщики бизнес класса недвижимости зависит от льготной ипотеки и действительно ли это так или это мы преувеличиваем давайте немножко при откроем вообще что происходит в нашем сегменте в нашем проекте у нас самая высокая желая башня строящаяся да у нас квартиры в сити премиальный проект цены стартует от 35 миллионов рублей за лот да это как правило студия сможем ли мы с бюджетом 35 миллионов рассчитывать на господдержку нет конечно мы все можем ответить нет нужна ли нам господдержка студии можно рассчитывать ваши судя по вашим ценам на господдержку площади под холодильником как будто бы но нам нужна эта ипотека потому что мы в прямую не можем воспользоваться большими программами но у нас есть комбо ипотека и у нас есть покупатели которым интересна эта история на в принципе но конкретно в моем проекте 50 процентов квартир куплено на с вне банковским финансированием да рассрочка но оставшаяся половина куплена либо за стопроцентную оплату либо в ипотеку да и в ипотеке есть несколько инструментов есть гибридные программы есть комбо программы до гибридные программы которые аналоги рассрочки да в любом случае на госпрограммы мы частично опираемся сказать что мы в отрыве от них и полностью независимо нет да если студия стоит 35 миллионов рублей и для ипотеки она важна квартира с одной спальни да это около 50 миллионов рублей и там плечо ипотеки также важно но конечно когда мы уходим к большим лотом площади 500 квадратных метров где стоимость уже идет к миллиону да ипотека уже не так важно спасибо большое сережка к тебе дальше вопрос как раз ты говорил о том что москва ушла за вслед за санкт-петербургом в нарезку он даже в доме дау есть студии да и для меня стало неожиданно да и для меня тоже кстати скажи пожалуйста с чем это связано это связано с закрытием лимитов по ипотеке или все таки с повышением маржинальности проектов так я представил то есть собой бабушку на бабушкинской уважаемая бабушка у нас начали строить очень маленькие квартиры в первую очередь объяснить что вы там делаете совок обратно к нам возвращаете но если бы можно было построить квартиру площадью 12 метров и построили как свое время гостинки делали но пока временно нельзя значит ну разумеется все сначала было потому что это я вот бабушке объясняю что сначала все хотели чтобы значит денег хватило у тебя чтобы купить такую квартирку а у тебя есть там условные восемь миллионов с одной стороны с другой стороны чтобы заработать поэтому надо сократить площадь квартирки чтобы ты иначе 8 миллионов потратила мне стоимость метра стоила там не 200 сейчас я буду фантазировать там и 350 условно да ну собственно вот идея такая дальше на это с двадцатого года у нас наслоилось лимит по ипотеке лимит по телу кредита стало понятно что у нас есть там условная москва которая состоит по факту из двух частей у нас есть старая москва которая сейчас стоит 400 в сделке и есть новая москва которая стоит 235 то есть лимиты которые выдается на всю агломерацию они идеально ложатся на всю старую москву и не очень сильно ложатся на ложатся полностью на новую москву не очень хорошо ложатся на старую москву соответственно как только рынок показывает что спрос весь содержится в маленькой нарезке потому что она более доступная и ты можешь в основном за счет ипотеки приобрести дальше следует тезе на проектирование новых очередей новых корпусов или там по факту исследования рынка давайте больше проектировать малоформатных нарезку уменьшать площади отдельных типов квартир чтобы начать три спальни запихнуть там 65 метров а лучше в 60 там по 8 метров спальни нарезать и вот прекрасно можно лечь и в общем как раз подходишь ну то есть сейчас площадь спальни меньше чем площадь машина места там для джипа так там 18 метров а спальня 8 метров ну да дон кинетик предложил своим жителям спальню по моему 6 с половиной метров ну да лечь и задохнуться то есть если там не будешь открывать окно в принципе ты можешь закрытыми окнами дверьми к утром испытывать некую синеватость на своем лице а значит таким образом мы плавно двигались к тому что у нас стало достаточно много мелкой нарезки и это конечно произошло не сразу а это происходило в принципе начиная с этого года просто если мы сейчас имеем дело с корпусами которые вот вышли в двадцать третьем году скорее всего проект самый последний срок они скорее всего доделывались где-то в двадцать первом да значит и последние изменения вносили с двадцатым вот вот этот набросок панических атак двадцатого года о том что у нас скукожится покупательская способности давайте резать мелочь они значит отреагировали а раз ты такой запроектировал такой тебе будет продавать следующий вопрос к алексею алексей вы как порталы можете наблюдать за спросом на квартиры на объекты недвижимости скажите пожалуйста была ли корреляция между повышением ставки и между повышением спроса на недвижимость ну мы не только как портал можем наблюдать за тем что происходит со спросом сейчас слава богу есть много верифицированных источников информации о тех сделках которые проходят на первичном рынке в оперативном режиме по всей стране на вторичном рынке по москве петербургу по итогам каждого месяца но действительно корреляция была как я уже говорил сегодня скорее всего москва вторичный рынок будет показатели близкие к рекордам первичный рынок в москве скорее всего рекордов не будет но будет рекорд по всему московскому региону да по числу продаж квартиры апартаментов по договорам долевого участия по региональным центрам тоже скорее всего максимально высокие показатели правда здесь короче период наблюдений потому что нормальная статистика по всем городам есть только с 21 года то есть когда говорят о том что какие-то очень большие нераспроданные остатки ну нужно понимать что они происходят одновременно и с практически рекордными объемами продаж все эти рекорды были август сентябрь когда люди понесли спасать сберегать ну тут можно разные глаголы каждому сказать понесли свои деньги перекладывать их в квадратные метры но и что интересно что да спрос снижается на протяжении октября ноября но обвального снижения нет то есть это не ситуация начала 22 года когда тоже были рекордные регистрации в марте а затем мы были около нулевые продажи в апреле и в мае нет сейчас не такая ситуация и достаточно нет не то чтобы высокий спрос со стороны тех кто сейчас пришел в банк и получил одобрение по новым ставкам но такие люди тоже есть но мы просто привыкли что каждый год в декабре люди хотят закрыть гештальт и все бегом идут скупать недвижимость поэтому этот год не похож не похоже что в декабре будут рекорды потому что на мой взгляд все-таки два раза такие высокие продажи показать на протяжении года как были в августе-сентябре скорее всего не получится то есть в этом году сезонность будет отличаться легендарная кредитная карта альфа-банка бесплатная навсегда стала еще выгоднее бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах закрывая тему новостройки я хотела бы вас попросить всех высказаться по поводу продления программы льготной ипотеки для этого у нас есть волшебные карточки альфа-банка и мы сейчас запросим с помощью волшебной карточка альфа-банка вас попросить проголосовать оригинальным способом мы голосуем за продление программы льготной ипотеки аплодисменты это если вы согласны с продлением палец вниз это если не согласны ну что голосуем так насчет у нас коричники проголосовали против а все остальные проголосовали за ну так высказывайтесь теперь почему за рынок разный ничего себе ставка 14 процентов сколько нет 17 процентов или 83 ничего себе не важный вопрос да мне всего-то лишить или жилищный проблем да сколько ты будешь платить в месяц я не важно ну не знаю я проголосовала за я за то чтобы госпрограмму продлили потому что я думаю что это хороший шанс чтобы рынок продолжал жить люди решали жилищные вопросы а мы выполняли план ипотеки так георгий ты проголосовал против я проголосовал против потому что в всю эту льготную ставку в цену включили все эти переплаты проценты и все остальное что если бы она была просто в обычный там 12 процентов годовых как и там равное для равное для всех равное для всех было бы да я проголосовал против потому что ситуация сегодняшний покупатель смотрит на цифру в процентах не смотрит на платеж не смотрит сколько он будет ремонтом делать за сколько миллионов и вообще в принципе новостройка тем самым и отличается от вторички как вот в циане две галочки есть тем самым мы и делим новостройка вторички я все-таки считаю что все-таки новостройка должна вернуться ко вторички и смотреть чтобы покупатель смог выбрать не того чтобы покупать именно вторичку новостройку из-за того что там ставка ниже а именно смог выбирать я думаю что это будет честно да мы обижены такие да нет никакой обиды нет на самом деле мы очень грамотно торгуем и застройщика на 2 миллиона когда ажиотаж я голосую за потому что рынок останавливаться не должен покупатели останавливаться не должны улучшать свои жилищные условия мы должны хотим и будем и новые проекты мы тоже готовим я проголосовал за потому что возможная моментальная отмена программы несет себе ну слишком резкие негативные последствия сначала все будут закупаться в прок потом будет несколько месяцев когда не будет никто покупать вообще потому что покупатели будут думать что не льготную программу отменили а что вообще весь рынок недвижимости отменили но конечно нужно думать о какой-то большей адресности этой программы различные инициативы на этот счет сейчас обсуждаются что голосуем так у нас один только за 4 против давай сергею дадим раз он за то есть эксперты по понятно почему они голосуют против ну я согласен с участниками которые богатства проголосовали за том что все-таки рынок должен решать в первую очередь сам и изначально ипотека доступная ипотека она была направлена на то чтобы большей части людей была возможность приобрести себе жилье с другой стороны как у нас обычно хотели как лучше получилось как всегда и раскачала это рынок раскачала это цены и люди в том числе вот к вопросу о не проговорили мы еще про такую категорию людей которые покупали впрок уже то есть были консультации у нас и октябрь и ноябрь когда люди следили за ключевой ставкой и им не нужна была недвижимость для жизни и нужна недвижимость для того чтобы возьму на всякий случай потом разберусь свои 70 80 90 тысяч всегда смогу платить потом сдам потом отдам детям потом что-нибудь решу таких тоже достаточно много поэтому независимости от того как будет развиваться ситуация люди всегда продукты и недвижимость всегда в последний раз покупают как у нас это принято поэтому если вдруг отменят либо резко сократят то скорее всего это придет еще к одному какому-то ажиотажу и возможно просто будет тупиковая ситуация я проголосовала против потому что я понимаю если будет отменена господдержка то будет некий стресс на рынке недвижимости и этот стресс приведет к порядку этот стресс уберет людей тех которые от своей безграмотности финансовой и от вот этого русского авось влезают в господдержку и они покупают на самом деле не квадратные метры не квартиру для жизни а ставку по ипотеке они думают что ну вот сейчас а вдруг отменят а я сейчас куплю а я вот 50 там 80 тысяч могу платить и не залезает в такую кабалу и мы с ними же потом разговариваем проходит год-два-три у них сокращаются доходы у них что-то происходит в семье не то платить не могут и это квартира им с господдержкой было не нужно на самом деле лучше бы они эти деньги откладывали и накапливали первоначальный взнос и лучше бы у них был этот первоначальный взнос и к примеру там их вторичное жилье и они могли впоследствии решая свои бытовые задачи переехать в новостройку и пусть это будет нормальная ипотека обычная что для вторички что для первичного рынка но тогда был бы на рынке на рынке порядок и возможности у людей было бы на самом деле потому что вот я соглашусь соли никто не думает в разрезе застройщиков только что одно что льготная ипотека увеличивает разрыв между старым фондом и новым просто страшно увеличивает а тогда возникает вопросу там сидят опытные эксперты скажите вот сейчас многие люди еще лет 5-7 назад когда вы работали там многие могли дать взять вторичку продать все и даже небольшой доплаты перескочить новостройки приложиться в котлован сегодня это возможность старого панельного фонда сделать просто то есть застройщики понимать чего не себя лишили какого сегмента покупатели таким разрывом я так скажу в новой москве в принципе мало старого фонда но я смотрел внутри мкада наблюдал за одним районом просто что было понятно например дом 78 года постройки где трешка там 66 метров можно в принципе переложиться доплатить 2 миллиона и купить вот то что сейчас строится там со сроком сдачи через полтора года но квартиру где-то метров 35 но максимум 40 это будет раз разрыв колоссальный и вообще мало кто об этом думает еще хотел сказать что вот по поводу там отмена не отмена льготной ипотеки что за последний год очень много людей которые брали вообще не думая эти квартиры и очень много вот у нас по новой москве до домов которые без отделки то есть да с одной стороны человек там взял он может быть думал сдавать это не сдавать или как-то себе оставить сейчас он допустим уже выплатил ипотеку но он не может это сдать потому что это без отделки она ему не нужно продать он по той цене по которой покупал год назад он тоже не может и квартира вот так стоит и человек не понимает что ему нужно делать а у нас прям вторичный фонд по уровню продукта прям не хуже да чем перешли в этом дело мы говорим о том что люди не могут уже разрывается новостройка уезжает все дальше и дальше возьми средне 100 среднюю сталинку пять лет назад ты мог пойти переложить ее прямо вот метр в метр в котлован и даже вот наверное ну скажем не в дом дал но ты мог бы вот в районе дальше вот по кутузовскому тот же например кутузовский град ты мог бы вообще копейка в копейку перекладываться в метр потому что ты мог продать за 240 за метр и так далее сколько там сейчас кутузовград 450 а сталинка осталось на уровне 320 вот тебе разрыв уже практически в 50 процентов все и этот это катастрофа она надвигается еще больше у нас тоже наблюдает соответственно большой разрыв среди например старого фонда да и люди в замешательстве а что им сейчас купить купить все таки мне на 10 лет постарше на 15 лет постарше дом или подождать под накопить вот под новостройку которую я хочу соответственно очень большой диссонанс в голове возникает а что же делать сейчас и во многих районах этот разрыв стал просто классово большой то есть либо человеку сейчас если он хочет приехать новый фонд а ехать условно говоря из более менее престижного района каком-нибудь этом севера ленинградки он поедет в люблинский парк вот примерно так ты примерно представляешь с точки зрения потерь репутационных и всего остального поехать из одного района в другой то есть точки зрения того что сейчас есть перекос почему здесь эксперты которые работают большей степени со вторичкой потому что мы эвакуируем деньги застройщикам из вторички в новостройки мы готовы приводить клиентов только денег все меньше меньше у них на первоначальный взнос ильяк тебе следующий вопрос скажи пожалуйста что происходило на рынке вторичного жилья в 2023 году и чтобы ты хотел отметить мы тут всей бандой офисов собрались и сделали аналитику вот ее подвел и сейчас будет интересно по однушкам по москве у нас сегменты 7 сегментов мы разбили все у нас нас все ликвидно если правильно работать с рынком у нас все вообще круто сегмент 4 сталинки и типовой кирпич серии sm6 266 208 и свежее жилье по новым канонам 2017 года это панельный пик самолет lsr dsk-1 dsk-1 кто не знает фска только эконом они с по втором квартале соприкоснулись по именно ценам сделок я именно цены сделки говорю не цены в рекламе ничего у меня вопрос к коллегам как ваше мнение почему зашла нас виктория началась а яска но давайте так я свое выскажу мнение почему в одной локации нет по всей москве почему какая разница на средняя вообще идет в принципе по сделкам все верно все верно вы угадали потому что основном сталинки находится ближе к третьим транспортному а вот это свежее жилье по новым канону то что я обозвал 2017 года их строят ближе к мкаду да поэтому у нас чем ближе к центру там киньте интересные локации типа университета или дорога милого или тоже пресня например преснинский район они и по ценам примерно такие же как и хоть они и старые как как и вторичка вторички вообще забавная история складывается и что те районы где застройщики у них нет никаких пятен и нет возможности заходить или плотно застроена вы возьмите коломенской тот же самый на нагатинский затон там кроме ривер парка на вот той стороне крови там нет ничего но я могу сказать что даже вот относительно там будет такой забавный ситуации там есть панельные дома по 44 тест старость там в серии это уже снята с производства но цена там будет метра почти под 400 до сейчас наверно да 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 то есть интересный нюанс заключается в том что во многих районах жители вы вынуждены опять же из-за того что они локационно не могут по бытовым причинам от него оторваться вынуждены покупать по сверх завышенным ценам более-менее свежий фонд это вот тому что говорил пахнет и все остальное а кому то есть что давай я хочу добавить что у нас есть такой прекрасный фактор в москве как метро вот которая строилась последние несколько лет очень сильно и его нет в москве наверное внутри мкада только в одном районе на юго-востоке вот и это в принципе помогает как-то выровнять цену потому что транспортная доступность везде сейчас просто лучше не придумаешь на самом деле и сама ценность этого метро да она в принципе с появлением кучи новых станций она снижена значительно но это повысила точнее выровняла цены всех локаций на которые рядом там вдоль мкада например там вдоль трешки если кому-то надо там метро ну и вдоль мкада замкадом тоже стоит даже дороже чем внутри мкада вернусь обратно внутрь мкада снова москвы она и получается что лучшие места до где уже хорошая инфраструктура вот правильно илья говорил это воробьевы горы университет там уже все давным-давно застроено и нового туда воткнуть что-то не получится там этот лунар да сейчас перешел по-моему из апартаментов квартиры чудесным образом сталинки которые там стоят они держат уровень 400 за квадрат совершенно спокойно и человек который хочет как это сказать получить все плюшки этого района ну он туда идет и берет эту сталинку и не фанаты сталинок вообще отдельная история с история района кому нравится вот это тоже даже тем кому не надо у меня просто был подбор мы начинали смотреть совершенно другой формат но школа метро парки все решает меньше соседи потому что это за снизу меньше плотность ездили припарковаться закрыты дворы да 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 и про ликвидность я сейчас тоже могу сказать что вот эту квартиру которая покупать подбирала татьяна до своим клиентам и и будут покупать точно такие же покупатели как и те которые слава богу у нас покупатели на рынке большинстве своем такие они как вот например сергей который сидит думать за сколько же ее продам под продам да и то же самое обручевский район со своими п 44 коми и они там сейчас продают эти двухкомнатные по 20 с лишним миллионов 60 квадратов то есть просто сумасшедшие цены потому что школа топ-5 15 14 потому что там аллейки парки подсветка ленинский проспект который всегда едет и в собственно все прекрасно но выбора у нас там в принципе в наших районах даже нету вот ну тех же пиков со своим экономом да и все собственно мягко переваливается если нужен новый фонд вообще идем берем реновацию я вы знаете подумал полупстора себе директору школу заносили за то что у него из школы на соком рейтинге поэтому вокруг как как раз давайте здрасте так заносит давай поговорим взял арт загибаю дальше символ загибаю а там директором школы не заносит чтобы они открывались именно там это вот ты сейчас поднял очень острой темы зачем жителям символа всем отводить школу при мгту имени баумана как человек который там был зам директора патриотных курсов мгту имени баумана чуть детям и зла желаете не понимаю но вот это зачем всем понимаешь это очень острый вопрос я хотел задать очень опасный вопрос директору школа а застрочки не заносит я уже вижу просто сразу у нас детский досуговый центр я такой циничный вопрос уважаемым коллегам с работающим на вторичном рынке хочу задать вот смотрите на уровне масштаба человеческой личности вы в общем говорите задаетесь правильный вопрос а вот теперь давайте цинично посмотрим на карту москвы например на районы перова шоссе энтузиастов зюзина эти частично новогиреева хотя новогиреева в меньшей степени это не исключительно сравнил это вот скачил уже да 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 понимаешь что перова и зюзина рядом не стоявшие два района да но только возмущены это сейчас примерно за да знаешь почему я их сравнил сейчас пиковский люблинский парк сравнил с лсс ровским зил артом примерно вот так а а вот не согласен не а мы сейчас сейчас смотреть смотрите смотрите я иду по зюзина и вижу знакомые пятиэтажки панельные это правда панельные перед но вообще-то мы начали строиться вот я тебе черемушки и зюзин это были первые районы начали строиться пятиэтажки смотрите видимо выпуски с ильей про панель блочно-панельное строительство наверное отвечала вопросам своего времени но сейчас мало кто может назвать блочно-панельную пятиэтажку местом где он был бы счастлив провести ближайшие 30 лет иными словами это устаревшие по всем канонам жилье строился но исходя из контекста исторического но сейчас это жилье городу москва не нужно это не нужно не его жителям и поэтому реновация это просто вот звезда коммунизма загорелась на небосклоне вам просто взяли и бесплатно подарили дополнительные метры и новый дом с подземным пара паркингом а современными подъездами лифтами да скажите что это не коммунизм взяли вы ничего не платите понимаете это первое и в этом смысле зюзина и перова внезапно отличие локация понимаю но и там и там будут блочные пятиэтажки а впервые еще из деревянные перекрытия несколько остались от пленных немцев так вот у меня вопрос и это большие пятна пятна застройки в хороших локациях то есть если мы сравниваем какую площадь рокоссовского метро городок и перова то это будет сейчас то же самое что сравнить люблинский парк и зилард вот это вот там что-то очень далеко и очень стремное и вполне прекрасное удобное 25 минут до кремля если вечером ехать так а вопрос так вот вопрос вот в чем вот смотрите эти все прекрасные потрясающие здания будут стоить по 20 миллионов по 15 миллионов и они будут чрезвычайно переоценены на вторичном рынке а городу вот такая структура городской ткани не нужна и что вам нужно на долгосрочной основе чтобы эти квартиры в момент скупил какой-нибудь институциональный инвестор вам нужно понизить их стоимость относительно общего объема денежной массы до в процентом соотношении вы будете стоить 8 миллионов уже представили его пришедшего бабушки еще раз на бабушкинской но все вокруг будет 16 20 на свой метр в хрущевке оценила меньше 400 до зима вы вообще вот верите вот в это вот не не бабушка сейчас 400 метров в если может быть я уже сейчас вот прямо шел при прямой эфир я бы сейчас закрыл бы комментарии я бы сейчас бы уже закрыл комментарии ты больше бар себя никогда бы в жизни не прочитал более чудесным чтобы сейчас писали еще раз мы об этом всю программу и говори что люди живут примерно так они говорят но же застройщик строить здесь по 800 до но мод мы в хрущевку свою оценим 450 не так вам удается меня за и реновация завтра вот вам нам накидали в нас как а коми давай вот у оли тоже район там очень много старого нет реновация в пятиэтажке сейчас продается по ценам реновации сдавшийся и ничего ты тут с этим и ну про вторую очередь говорю профессионально потому что я смотрел действительно 400 за квадрат они совершенно спокойно стоят 44 квадрата двушки которые потом превращаются чудесным образом правда уже не в 60 55 реновация да сейчас тоже начинает экономить метры вот но они вот так стоят но это именно пятиэтажки и там у или есть рост в этих пятиэтаж когда по ценам я уверен что это связано только именно с реновационной истории я именно город сделал на мой взгляд большую ошибку что он пошел именно таким путем что люди подумали что как раз наступил коммунизм и теперь еще появилась волна желающих покупать снова пятиэтажку с ожиданием что его в тридцать втором году снесу да и дадут такое да это даже есть отдельный пул клиентов которые приходят именно с запросом а подберите мне в пятиэтажки квартиру под реновацию чтобы я в будущем получил себе и выскочил из нее дороже новые инвестиции подбираете что там отказываться но это же на самом деле если жизни это же на самом деле такая сложная история нас агенты спрашивают а вы работаете с клиентом да вот я в обратную сторону хочу спросить а вы работаете с клиентом вы ему объясняете сколько это стоит и почему конечно до 250 удается сбивать или нет и хочешь продать такая сердце а ты продаж за 400 если купят почему нет ну значит цена равновешенны рынком раз получается продавать пятиэтажку 400 не вопрос не в этом умение продавать умение продать идею что у тебя завтра будет тренировать также как застройщик продает вам картинки то же самое вопрос агенте здесь продается обещание того что в будущем у тебя какая-то шикарная квартира так же как и делать застройщики меня всегда будет вопрос про оборот таких продаж ну то есть да я верю что это можно сделать это все ну всегда есть потрясающе талантливые люди которые могут это сделаешь вопрос в обороте пожалуйста центральная измайлово южная измайлово да там я все брали северный а ты какой-нибудь другой фонда там много найдешь но прогуляйся просто по кварталам все там будут пятиэтажки или можешь кирпичный но будет я честно говоря вспоминаю там больше кирпичный петербург ему там есть трехэтажки с деревянным перекрытием как ты их тут напомнил их называют сталинками еще поэтому слушай у нас очень важный момент что мы говорим как раз о том что с точки зрения локации вы когда-то грешно перова зюзина нифига подобного зюзин это вообще район практически академическую локации да а по фонду я говорю что там блочная пятиэтажка то что тут это такой вопрос всегда ожидание людей потому что у нас был случай сейчас мы привозили людей с бабушкинской как раз на его западную и в общем-то по большому счету и бабушкинского они более-менее относительно свежем фонде продали я просто посмотрел сколько ничего себе то есть в панельном доме они продали квартиру там 350 замет бабушкин поэтому ситуация заключается в том что вот как раз то что и говорит илья что у нас очень специфичное сейчас расслоение такое цена в ценообразование очень странная она очень специфична и подводя итоги я хотел бы вас попросить всех высказаться о прогнозах я вас не прошу делать прогнозы на 2024 год потому что это бессмысленно в данной ситуации политической и экономической я хотел бы вас попросить просто высказаться по вашим ожиданиям и вообще высказать свои мысли что вы ждете до от 2024 года вряд ли мы увидим двадцать четвертом году те рекордные показатели по объемам продаж которые мы видели в году двадцать третьем вместе с тем я не ожидаю если скажем так мы исходим из базового сценария связанного с внешней новостной повесткой я не ожидаю очень глубокой просадки как мы видели в первой половине двадцать второго года что касается цен то застройщики в эпоху проектного финансирования существенно снижать цены в тех проектах которые они уже реализуют не могут вывести большие объемы проектах более дешевых достаточно сложно сейчас а вторичка в свою очередь должна так или иначе подстраиваться под то что происходит на первичном рынке даже при спаде спроса даже при охлаждении спроса мы скорее всего глубокого снижения цен мы скорее всего не увидим я пожалуй воздержусь от прогнозов предсказаний давайте скажу одной фразой нормально делай нормально будет я бы высказался так по ипотеке все-таки за дизлайк то есть чтобы ее отменили по поводу например а по всей нет именно на господдержкой например история была с айти ипотека у меня четыре процента клиент вообще не знал что он всю весь срок ипотеки должен работать в этой аккредитованной компании и он как бы когда считал уже договор это это понял ну и естественно отказались дальше по поводу пожеланий к застройщикам хотелось бы больше увидеть площадей для больших семей то есть это где-то минимум четыре комнаты хотя бы 120 квадратных метров то что на рынке сейчас дефицит и очень часто ты встречаешь объединенные трешки в панельной серии с однушкой потому что где трое детей или больше детей и бабушка еще живет им негде просто разместиться элементарно поэтому ну например как пример в жк долина сетунь спасибо бы nmap pro иначе бы я об этом не узнал что там 4 3 3 всего четырехкомнатная квартира на весь жк 3 четырехкомнатные поэтому как бы это достаточно большая проблема в старый как бы бизнес-класс ехать с футбольными полями по 200 метров и достаточно дорого ну и как бы по поводу вторички в принципе все продолжается я больше за коммерческий блок здесь отвечаю у меня достаточно все спокойно и это такой консервативный способ размещения средств там маленькая доля ипотеки и в принципе ко всем остальным вызовом судьбы я думаю мы подойдем гибко и адаптивно и все у нас будет хорошо да вот это такой мой план на двадцать четвертый год и сереже на 10 минут да я кара я да я постараюсь покороче у нас будет скорее всего очень сильно все держать до марта после марта будут отпускать и понижать ставку и менять условия по выкупу и скорее всего отпустят курс национальной валюты потому что экспортная страна и нам надо закрывать прорехи плюс у нас это самое особое бюджетное правило который говорил силуанов по всей видимости тоже начнется после марта и мы будем эти деньги привлекать через уфс поэтому скорее всего а политика государства будет деньги взять но за у значит граждан и налогоплательщиков но скорее всего их постараются воткнуть в офс и в ipo в новое пио и вроде когда же говорят что у нас будет новый кипяю правительства по количеству новых ipo в двадцать четвертом году а это такой наверное как сказать консервативный сценарий поэтому я имею и другое предположение что у нас произойдет перелом вообще коренной это нам позволит заработать много неучтенных денег которую будут вливать в производственную экономику откуда она вся пойдет постепенно парковаться в жилье потому что народу нашему сложно объяснить про фондовый рынок это коснется может быть каких-то там главных агломераций типа москва питер московская область а все остальное и региональный рост будет связан во первых с военными выплатами во вторых с тем что там их начнут втыкать в жилье и я скорее поставлю на то что у нас достаточно активнее начнется потребление в регионах насчет главных агломераций москвы и питера скорее прогноз что денег в недвижимости станет меньше если кто-то успеет войти во вторичку поторговаться и сильно сбить рекламную цену но это хорошо поэтому я бы точно работал на тех кто хочет купить избивал бы цены вот у нас как раз она из такого региона где как раз военные выплаты они достаточно часто военные выплаты плюс очень много людей приезжает оттуда то есть меняют очень много запросов сейчас поступают из луганска у нас есть накопление мы просто хотим чтобы у нас было там в ростове но в другом других местах не купишь она все-таки теплее даже по отношению к краснодару у нас цены ниже прогноз что у нас цены не будут падать но хороший прогноз и краткий мне очень нравится то есть ростов и дефицит новостроек сохраняется да то есть у вас строить пятен под застройка практически нет нет у нас очень много стоит у нас строят слишком много а по поводу льготных программ я против потому что сейчас многие хотят вытащить обналичить мат不要 то есть мат капитала хватает на первоначальный взнос а чем они будут потом платить они как бы не думают и кстати что они потом будут делать с этой квартиры то что уже потом не продать просто ну а мат капитал по-другому вытащить нельзя но то есть они как бы есть у них деньги а это как бы вот уже квартира и поэтому видимо правительство как раз думает над тем чтобы пов поднять перед начали разнос так, чтобы мне хватало этого мат-капитала на ПВ? У нас два банка подняли до 50. О, а какие? Сельхоз и второй, не помню. Все, давайте по Питеру, что скажут у нас? В целом, я согласна с коллегами из Москвы, у нас в целом тенденции сохраняются. Хотелось бы отметить следующую особенность, все-таки мы очень туристический город, да, и в 23-м году это самый туристический город в России, и это не могло не отразиться, в том числе и на недвижимости. Если мы говорим о центральной части Санкт-Петербурга, которая именно привлекательна для туристов, возник большой запрос по аренде жилья. И если с точки зрения экономической мы сейчас понимаем, что в 23-м году, наверное, не имеет смысла приобретать жилье и стоит его поарендовать, то здесь вы, получается, в такой некой ловушке, потому что арендовать-то тоже нечего, особенно в центральной части. А мне говорил Михаил Посредников и Сана, что в Санкт-Петербурге сложилась очень интересная у вас ситуация. Казалось бы, гостиниц много, но они вымылись, и огромное количество тех лотов, которые были на долгосрочке, они ушли в краткосрочную аренду. И у вас сложилась ситуация, когда сарафичной опять с тем, что на долгосрочную аренду ничего найти нельзя. Да, совершенно верно. Нужно еще учитывать все-таки, что ситуация с метро у нас кардинально отличается от Москвы. Новые станции метро мы не видели уже много лет. И поэтому некоторые апарткомплексы, они привлекательны, но они находятся в отдаленной части, и туристам не очень удобно добираться. Поэтому жители центрального Санкт-Петербурга, они ограничены вот в этом плане. То есть ты хочешь сказать, что сейчас с таким бумом опять туризма в Санкт-Петербурге будет еще и большое количество инвесторов, желающих приобретать жилье под сдачу? Абсолютно верно. Мы ежедневно проводим консультации вот именно по таким запросам. Причем обращаются жители и, допустим, таких городок как Новосибирск, хотя сейчас инвестировать как раз таки интереснее в Новосибирск, нежели в Санкт-Петербург. Спасибо. Так, кто еще хочет высказаться по прогнозу? Ну тогда можем завершать, наверное, нашу сегодняшнюю программу. То я бы от себя хотел бы сказать. Я на самом деле воздержусь сегодня от прогнозов с точки зрения того, что мы и так достаточно подробно все проговорили, но меня пугает во всем том процессе, который есть два фактора. Первый фактор – это то, что повышение ключевой ставки, мы здесь не затронули, оно коснется все, что касается стройки с обратной стороны, взаимоотношения между застройщиком и подрядчиками. У подрядчиков сейчас возникают такие большие сложности с мелкой перекредитовкой. То есть мы знаем, что подрядчик строит на свои деньги и, соответственно, у подрядчиков могут возникать вопросы, а где ему брать короткие деньги с учетом того, что ключевая ставка очень высокая. Вторая большая проблема – это то, что на застройщиках скажется нулевой уровень безработицы в стране. И у нас есть основная корпорация, которая забрала трудоспособных мужчин, это 650 тысяч группировка СВО, и это трудоспособное население сейчас находится в специальной военной операции. У нас на рынке труда, я думаю, в следующем году у застройщиков очень резко подскочит та составляющая, которая будет бить их по маржинальности. Поэтому понятное дело, что при отмене льготной ипотеки станет весело, и это отменять нельзя. То есть рынок сам себя в ловушку загнал. И второй момент, который я бы отметил, это то, что я уже говорил. Меня пугает этот разрыв между тем, что вторичка все больше и больше отрывается от новостройки именно за счет накачивания льготными деньгами, потому что такой перекос, он ничему хорошему не приведет. То есть нужен какой-то баланс. А рынок вторички сейчас начнет сдуваться. Особенно старый фонд, ему придется сдуваться процентов на 5-7 в ближайшие полгода точно, а то и на 10. Ну, в общем-то, можно всех поздравлять с Новым годом. Я хочу поблагодарить всех наших гостей, которые сегодня пришли. спасибо, что доехали до нас в такие сложные времена. И, конечно же, я поздравляю наших зрителей и всех вас с наступающим 2024 годом. Надеюсь, что он будет легче все-таки. Спасибо.